Почему Сбербанк так хорошо растет и он будет расти дальше? Все это связано с тем, что Сбербанк в кризисный год, 2022, показал себя как настоящий джентльмен. А именно, он не пользовался послаблениями Центрального банка, не пользовался никакими доп. эмиссиями, никакими субсидированиями. Сказал, я сам справлюсь. И в итоге мы увидели, что да, чистая прибыль упала на 70-80%, да черт бы с ним. Но она прибыльная. Прибыль прибыльная. А в то время как ВТБ сидит и ноет о том, что да вы знаете, так вот мне знают, давайте доп. эмиссию сделаем вторую еще раз. И как бы меня удивляет, почему ВТБ не называют аутсайдером рынка. Он перманентно аутсайдер рынка. Поэтому здесь я могу вас просто, знаете, заклинать. Никогда не инвестируйте в акции ВТБ. Вот если вы захотите как бы купить и забыть, никогда не инвестируйте в акции ВТБ. Смотрите видео полностью по ссылке в закрепленном комментарии.